Узнала, как восточные женщины избавляются от усиков на лице. Простой рецепт. Каждая женщина знает о нежелательных волосках, которые появляются там, где они нужны меньше всего. Особенно раздражают усики на лице. Но что мы можем сделать с раздражающими волосами на верхней губе или подбородке? Попробовав эти два простых рецепта, я наконец-то вздохнула с облегчением и избавилась от нелюбимых волос на лице. Волоски на лице – это естественно. Многим женщинам стыдно за усики на лице, поэтому они используют различные методы, чтобы удалить их. Депиляция и эпиляция распространенными способами только наносят вред нашей коже. Постоянное бритье раздражает, химические вещества в воске вызывают плохой цвет лица, и даже выщипывание может привести к сильному воспалению, вызванному вросшими волосами. Эти два естественных метода основаны на рецепте женщин с Ближнего Востока и должны помочь при регулярном использовании через 4 недели. Действенное средство из муки и куркумы. Понадобятся следующие компоненты. Мука из нута – половину миски, молоко – половину стакана, куркума – 1 чайная ложка с горкой, взбитые сливки – 1 чайная ложка. Наполните миску нутовой мукой, добавьте полстакана молока, чайную ложку куркумы – порошок и чайную ложку взбитых сливок. И все тщательно перемешайте. Как применять? Распределите маску по областям лица, которые вы хотите освободить от нежелательных волосков. Дайте смеси высохнуть в течение 20-25 минут. Затем можно смыть теплой водой. Средство с медом, картофелем и чечевицей. Для этой маски нужны такие ингредиенты, как тертый картофель 1 миска, желтая чечевица 1 миска, лимонный сок 4 столовые ложки, мед 1 столовая ложка. Оставьте желтую чечевицу на ночь в миске с водой, чтобы она стала мягкой. Тертый картофель протрите через ситечко. Картофельный сок слейте в миску. К соку добавьте замоченную чечевицу, лимонный сок и мед и перемешайте все вместе. Нанесите смесь на область вашего лица, которую вы хотите освободить от волос. Дайте ей высохнуть, а затем удалите смесь теплой водой. Продолжение следует... Продолжение следует...